Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит мы их отторцевали на 6-10 Это две доски будут у нас под стропильные балки Покрасили их вот здесь Это гораздо удобнее чем на месте было Там с лестницы это все красить Красили мы вот такой вот краской Но это пропитка, это не краска Декоративно-защитная пропитка для дерева Вот, ей мы обрабатывали уже первый наш курятник Вроде бы ничего, нормально И это остатки от покраски внутренней отделки дома Ну короче, что было, то и используем Все, сейчас будем устанавливать Так, вот мы установили нашу балку С двух концов закрепили, вкрутили по одному саморезу Саморезы здесь обязательно использовать Желтые или белые Никаких черных саморезов здесь быть не должно Не знаю, вот видно, да? Значит, крепление это ответственное На ней вся крыша будет держаться на этих креплениях И получается, что один, ну где-то еще 4 или 5 А я вкручу саморез Саморез 4,5 на 45 Вот, ну что хотел показать Вот у нас получилась доска дугой Не знаю, сдалека видно будет Ну, чуть дугой, короче говоря, доска И среднюю стойку нам нужно закрепить И для того, чтобы закрепить эту доску Нужно нам натянуть, подтянуть ее вот к кронштейну И вот там, где мне нужно что-то натянуть Я использую вот такую стяжку для груза Вот с храповым механизмом Мы ее вот так вот перемещаем Этот механизм И доска у нас перемещается вниз Сейчас мы ее вот затянем Вот так Вот здесь плотно А здесь чуть зазором Ну, значит, чуть-чуть не Чуть-чуть я неровно отрезал столб Ну, ничего страшного Это не страшно Мы сейчас Я сейчас ее подобью сюда вот Чтобы плотно было к кронштейну И притяну саморезом Ну вот, в общем, как вариант Вот Я использую частенько вот такую вот стяжечку Очень удобно, когда нужно что-то зафиксировать Что-то подтянуть Работаю один Рук не хватает Как вариант Отошел назад Посмотреть параллельность балок Вроде бы как Они параллельны Ничего, вроде нормально Так, нам нужно сделать запилы в стропилах Под балку Под стропильную Размечаем мы нашу стропила Я померил, какое расстояние вот это вот между севой и между балками нам нужно И с помощью треугольника Свенсона Вот такого Мы, значит, размещаем эти зарезы Зарезы вот такого плана получаются Скажем Давай посмотрим, как их делать Так, вот у нас есть отметка Мы совмещаем, значит, вот Начало треугольника С ней И на этой шкале Вот на этой шкале Устанавливаем Меточку 8 градусов Вот с этой плоскостью совмещаем Угол ската у нас 8 градусов И Здесь вот восьмерку совмещаем С вот этой вот плоскостью И проводим вот здесь черту Так, есть одна, да? Вторую так же делаем Совмещаем Совмещаем вот эту точку Треугольника С местом нанесения разметки И выставляем 8 градусов Вот на этой шкале Совмещая с этой поверхностью Цена деления 1 градус здесь получается, да? Здесь целая, да, 1 градус Значит, все Эту плоскость мы отмерили Отметили Теперь, значит, берем Любой треугольник, который у нас соответствует Вот этому углу 8-90 градусов Предварительно, значит, здесь отмечаем Я отмечаю здесь 5 сантиметров Это то место, на что у нас будет на балку под стропильную Будет опираться вот эта стропила И ширина вот этой балки нашей Ну, она там меньше 5, но я опять делаю Ничего страшного, как бы хуже не будет Просто здесь чуть-чуть будет толчать наш обрез Да, посвободнее будет Теперь, значит, мы имитируем 90 градусов Вот с помощью этого угольника Совмещаем с нашей линией, да, которую мы с помощью треугольника Свенсона Отрезали Ой, разметили И проводим линию Второго нашего реза И я ее еще продлеваю Чуть дальше Для того, чтобы мне удобнее было Выставлять циркулярку Так, поломка Подожди Так, вот у нас есть такая разметка Ну, давайте, чтобы я не тянул Я покажу дальше Значит, дальше мы берем Циркулярку ручную Вот так здесь, конечно, у меня неудобно Все тут на коленке получается Совмещаю, значит, я вот здесь вот резочку Снимаю Я снимаю Сейчас Так, один рез И второй рез Все, у нас готов запил Под стропильную балку Вот это вот Эти прорези Они Как бы присутствуют Из-за того, что я циркулярку делаю Да, я это все делал Но оно Это вот эти прорези Они никак на Прочность конструкции Эти стропильные Они не влияют Ну, то есть это А чем можно еще, если не циркулярка? Ну, здесь Лобзиком сложно Ножовкой Тоже тяжело Вот этот угол именно поймать То есть надо вот так пилить Ориентироваться вот на этот угол Ну, нужно с двух сторон размечать тогда Чтобы ровно получилось И ножовкой, конечно, вот этот вот вырез Сделать сложно Циркуляркой, конечно, это более удобно Но есть минус Вот эти вот лишние пропилы Которые, в принципе, ни к чему Но на прочность они сильного влияния не оказывают Как нас учит Ларихон Ну, Ларихону можно верить Он у него большой опыт Гораздо больше, чем у нас У всех вместе взятых, наверное Так, ладно Вот то же самое мы сделаем Вот здесь Давайте повторю Может быть Непонятно было Здесь, значит, мы Здесь вот мы отмерили, значит, на С помощью треугольника Свенсона Поставив вот в нашу искомую точку Да, где, вот смотрите Вот здесь Вот здесь вот Если предположить, что это балка Вот так вот будет балка Понятно, да? То есть вот этот вот вырезанный заход Он в нее упрется Ляжет Ляжет, да То есть мы вот в эту точку ставим Вот здесь вот начало треугольника Выставляем по шкале Требуемые градусы Любые какие у вас То есть было бы 15, допустим? Да, мы ставили там, да, вот 15 Вот так, ага Вот так черту провели бы Вот, ну и в общем А так 8 Да, дальше мы Здесь отмеряем полку Полка, на которой Которая будет занята Под нашу подстропильную балку, да? 5 сантиметров У меня где-то 4,5, но я 5 отмечаю Вот Здесь, значит, проводим прямой угол Совмещая вот эту риску нашу И линию Вот так вот И я продлеваю, чтобы мне было Удобнее Чтобы я видел Чтобы я видел, как Так ты пилишь Да Это Ну, торопляру Саша, дождь Ну а что делать? Бежать домой Нет, нельзя работать Вот, стропилы мы зарезали Без косяков, конечно, не обошлось Одну я С самого начала запорол Ну как запорол Не страшно, конечно, но неприятно Если бы была бы другая доска Я бы это, конечно, убрал бы Сделал еще одну Но их ровно 7 штук Поэтому не получится Так Ну ничего страшного Ладно, я Переживу, конечно Буду мучиться, но переживу Все, сейчас мы их красим Прямо здесь вот на месте И потом будем уже Устанавливать Доски покрасили мы пропиткой Сделали мы это Прямо под дождем Под таким нехилым Ливнем Ну, как всегда С погодой нам везет Все, сейчас будем монтировать Так, друзья Материал у нас Не идеальный Вот эта стропила К примеру Она винтом Как и эта Поэтому у нас Здесь возникают Такие сложности Как Плотность прилегания Стропилок К подстропильной балке Соответственно Вот, допустим Вот в этом месте Нам нужно Сейчас рукой Попробую Вот ее вот так вот Притянуть Чем-то Здесь Утяжкой мне неудобно Пользоваться Поэтому Вот Здесь Такая же ситуация На этой стропилы Я использую Вот такую вот Струбцину Смотря с какой стороны Нам нужно подтянуть Я устанавливаю Струбцину Вот таким образом И Значит Притягиваю Здесь у нас Более-менее Все плотненько Получается Вот И струбцина Мне позволяет Освободить руки И я здесь Спокойно Сейчас Два самореза Вкручиваю В этот уголок Не нужно Ничего Мне здесь Держать Напрягаться Все равно Ровно не получится А с помощью Струбцина Все Получается нормально Все Смотри Смотри У тебя Какая задача Вот Посмотри Стропилы Видишь Выгнуты Вот Среднюю Сначала Ставим Видишь Она выгнута Вот отсюда Если смотришь Чуть-чуть Да Лодкой Отойди Дальше Тебе будет виднее Наверное Смотри Откуда лучше Слегка Видишь Она так Дугой Выгнута Вот сейчас Я туда залезу И ты мне будешь Говорить Куда подавать Чтобы она ровно Была как струна И я буду ее прибивать Фиксировать Лодкой Вот с этой стороны Вогнута С этой стороны Выпукла Нашел тоже Специалиста Блин Это все Очень относительно Вот половину Народу Заколотила бы так И вообще Не парилась Быть бы даже Нет тут Вторсырья Короче Колотит И потом Высматривает Где у него Вогнуто Где у него Выпукло Смотри Какая косе Сейчас здесь Стоявшая Уже Давай Куда На меня Да Еще Вот так Да Вот так Право Винтом По отношению По отношению Другой плоскости Плохо Плохо Насмотрела Закрепили Закрепили Нужно Другой плоскости Вот через И вот через Другой плоскости Другой плоскости Другой плоскости Другой плоскости Другой плоскости А уже С этой стороны Как выйдет И даже Наверное Подрезать Не стану Ну блин Я же Не с ноля Строю А вот Как бы Тут забор Переоборудоваю Так что Это еще Наверное Лайтовый Вариант Могло быть И хуже Так что Все Строим Дальше Потихоньку Сейчас У нас тут Забой В общем Много Других Хлопот Вот так Вот урывками Буду продолжать Торцы Вот стропил Этих Если вы видите Они обрезаны Тоже под углом Под углом 8 градусов На торцовке Сделано Для чего Для того Чтобы Если вот этот Торец Не обрезать Под углом То Он будет Замокать От косого дождя Ну и просто Эстетически Это гораздо Красивее Чем Был бы он Обрезан Ну Так как На простой доске Под 90 градусов Так и вот С этой стороны Тоже такая же Обрезка Тоже под углом Но в другую сторону Вот Ну это как бы Больше Для красоты Скажем так И для того Чтобы если что Там ветровую Подшить Можно было бы Если Будет здесь Как-то это все Утепляться Переоборудоваться Значит И еще Давайте вот Посмотрим Что дают нам Зарезы Вот эти вот На стропилах С помощью Треугольника Свенсона Который мы делаем Отдают они Вот такое Вот прилегание Вот такое Прилегание Стропилы К Подстропильной Балке Давайте Там еще Посмотрим Вот так Ну в принципе Не идеально Но достаточно Для Плотнических Работ Вполне Подойдет Вот Вот Значит Что Еще Если бы Мы не делали Этих вот Запилов То Вот это Стропила Опиралась бы На подстропильную Балку Вот на угол Это Не совсем Правильно Вот так Более надежно Все Ну то что Уголком крепить Я не люблю Я уже говорил А здесь Уголок Применил По той причине Что Вот эта Балка Она Узкая Можно было Здесь Вот по каркасной Технологии Здесь Вот гвоздь Должен быть С этой стороны И С противоположной Стороны Тоже Вот Но Здесь Можно было Просверлиться Аккуратно Да Там Забиться В это Отверстие Гвоздем Но Я не стал Потому что Все равно Побоялся Блин Боюсь Что Вот Она Могла Лопнуть Поэтому Здесь Мы Зафиксировали Уголком И Получается Стропила У нас Распор Стоит То есть Там В одну Сторону Упирается Уголком Здесь В другую Сторону Тоже Уголком Упирается От Поднятия Все крыши От Отрыва От Балки От Стоек В принципе Я думаю Таких Саморезов Трех Штук На Один Кронштейн Более Чем Достаточно Так Что Вот Все Строим Дальше Всем Пока Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Или Дизлайки Всего Хорошего